Я подумал, что будет, наверное, негостеприимно с белорусской точки зрения, если мы хотя бы на несколько минут с вами не пересечемся. Тем более, что вы находитесь в главном офисе нашей страны. Ну и вчера вечером я подумал, что было бы нормально, если бы мы встретились. Вопрос большого разговора, как мы его называем, он не снимается. Он откладывается, никакой конспирологии здесь нет. Просто, откровенно вам скажу, получилась некая накладка. У нас буквально через несколько дней, недель, может быть, состоится главное мероприятие года. Это послание президента народу и парламенту. И вот получилась такая некрасивая накладка. Дело в том, что большой разговор я всегда ставлю вровень этого мероприятия. Поэтому два мероприятия одно за другим. Будут некоторые повторения, потому что мы готовим послание абсолютно откровенным. Будет реакция на все вопросы. Ну и немножко вперед постараемся, как я всегда говорю, заглянуть в рамках этого послания. В зале знакомые, пусть и не все лица. Александр Лукашенко – спикер, которого хотят заполучить многие журналисты. И у западных это часто выходит. Интервью получаются эмоциональными. Нынешнее – не исключение. Буквально с первого вопроса. Журналиста BBC президент точно запомнил. Год назад российская армия совершила вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. То есть вы разрешили использовать сейчас свои территории как плацдарм для вторжения в Украину. Готовы ли вы еще раз это сделать, если попросит президент России? Да, готов. Я готов. И не просто предоставить. А готов вместе с россиянами воевать с территорией Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Это касается не только Украины. Это касается и других наших соседей, которые ведут себя еще более неадекватно. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. И война приобретет совершенно иной характер. Год назад не было угрозы со стороны Украины. Кто вам сказал, вы плохо меня слушали и плохо знаете ситуацию? Отдельных фактов западные журналисты не знают или не хотят знать. И о точке У, выпущенной по Беларуси, и о травле русских на Донбассе. И о том, что Россия просила гарантии безопасности у Запада. Но тот тоже бумаги пожалел. И о многом другом. То, что западный журналист называет вторжением, президент Беларуси таковым не считает. Разве что в смысле, что лучшая защита – это нападение. Это вы считаете, что Россия напала на Украину. А я считаю, что Россия вынуждена была такими действиями обеспечить свою безопасность. Пройдет еще немного времени, и я могу сказать, обеспечить свою безопасность и Украины. Я имею в виду ваши замашки руками поляков оттяпать западную Украину. Но это уже будет драка на усукатушку. И тогда вы мне не будете задавать вопрос, будем ли мы с территории Беларуси наступать или не будем. Вы хотите расчленить Украину. Вот это будут события, и уже потом вам не о чем будет говорить. Это уже маски будут сорваны аж до пупа. И будет видно, чего вы хотите в Украине. Хотите мира в Украине? Давайте завтра начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Давайте с завтрашнего дня начнем. Я знаю, что говорю, но вы же этого не хотите. Уж сколько раз западная пресса пугала. Беларусь вот-вот вступит в войну. Как будто где-то кто-то только этого и ждет. Александр Лукашенко разложит по полкам. Почему этого не случится? Данные разведки, я их читал. Вы хотите втянуть Беларусь в войну? Это предлагают министры обороны уже одуревших соседних государств. Втянуть Беларусь в войну. Вы мечтаете об этом, чтобы мы пересекли границу Украины, Польши, Литвы. Для чего? Граница с Украиной у нас 1200 километров. С Польшей и Литвой еще 1300. Сколько? 2500. Если мы втягиваемся в войну, фронт таким образом увеличивается для Беларуси и России на 2500 километров. Значит, мы и Россия, наша союзная группировка не сможет воевать. Это все цитаты из документа. Не сможет воевать там от Черного моря до Балтийского. Правильный военный расчет. Пока не сможем воевать. Потому что мы к войне не готовимся. Мобилизацию мы в Беларуси не проводим. И вторую, третью мобилизацию Россия не объявила. Правильный расчет. Но пустой, бестолковый. Мы вам этого шанса не дадим. Поэтому не заводите людей в заблуждение. Война никому не нужна. И пока сегодня нет вот этой агрессии, расширения ее, этой агрессии, давайте договариваться о мире. Восточная сторона к этому готова. Если готовы к этому вы. Я говорю если, потому что знаю, что вы не просто не готовы. Это для вас было бы страшной трагедией и катастрофой, если бы сейчас начались мирные переговоры. Говорить о войне без эмоций сложно. Но Александр Лукашенко предлагает включить логику. Ведь любой здравомыслящий человек задастся вопросом. Разгибнут люди. Почему не начинаются переговоры? Президент видел проект мирного договора, который предлагался в Стамбуле. И считает его жизнеспособным. Но с кем договариваться? Похоже, есть вариант. Всегда есть с кем говорить о мире. Думаю, как странно не покажется. Этот диалог нужно вести, я убежден в этом, с военными. С военными Украины. Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию, в отличие от политикового президента Зеленского. И Владимир Зеленский это прекрасно знает. И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке, как раз говорят об этом. Но, знаете, самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать. С Россией можно договориться о невероятном точке. О невероятном, но надо делать шаги в этом направлении. И не ставить предварительных условий перед тем, как сесть за стол переговоров. Президент признает, что доверие потеряно. Но договариваться рано или поздно все равно придется. Это Александр Лукашенко будет повторять на протяжении всего разговора. Его львиная доля посвящена самому острому конфликту наших дней. И президент верит, Европе война не нужна. Ее выгодополучатель далеко, за океаном. Хотя, скоро он как будто станет ближе. Джо Байден собирается в Польшу, а лучше бы в Беларусь. Если у него есть желание, вы ему передайте там по своим каналам. Мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск и встретимся здесь втроем. Два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, Польша сюда рядом. Я самолет пришлю, если что. Боинг. Я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет. Мы втроем сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь. Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы. Нет, он серьезно. Такими вещами не шутят в принципе. В пользу переговоров, по мнению Александра Лукашенко, и еще один весомый аргумент. Россия просто не может проиграть. Можно парировать тогда. Почему операция так затянулась? Президент откровенно ответит. Говорят, армия не вторая армия в мире. Чепуха полная. Причина в том, что есть проблемы в этой войне, потому что Россия воюет пока обычным оружием. Но Россия слишком была отвлечена на стратегическое оружие, на гиперзвуковое. А это огромные деньги. Они туда убухали. И ошибка, и наша, и россиян, была в том, что мы рассчитывали, у нас есть высокоточное оружие, ядерное оружие, сдерживание. А это вот РСЗО, ГРАД, Ураган, Смерч и прочее. Это уже старье. А как в войне оказалось, это главное. На земле и без него невозможно победить. Перед нами встал вопрос с Путиным. Уже открываю вам секреты. Как быстро восстановить дополнительное производство этих боеприпасов? Установок у нас хватает. Боеприпасов. Слушайте, в течение года мы решили эту проблему. Мы производим боеприпасы и в России, и в Беларуси. Поэтому вот они, американцы и натовцы, они не понимают, что Россию, читая Беларусь, ну их невозможно победить. Невозможно. Никакие леопарды не помогут. Москву обвиняют едва ли не во всех смертных грехах. Так вышло, что Александр Лукашенко стал ее адвокатом. Но ведь кто-то должен. Так может, он повлияет на Путина? И что будет с ним обсуждать уже завтра? Президент разочарует. В Москву он летит не для того, чтобы строить коварные планы. И завтрашняя встреча с президентом России, это прежде всего в интересах беларусов и россиян. Мы спустя вот это трудное время поняли, что мы можем сделать, что могут делать россияне. Наконец-то КАМАЗ и МАЗ поняли, как надо жить. Они перестали конкурировать. Вот вам, пожалуйста, кооперация, импортозамещение. Мы будем двигаться в экономике этим путем. И мы с Путиным будем рассматривать эти вопросы и готовить на высший год Совет. Это наши проблемы, которые мы можем и должны решать. Я всегда старшему брату говорю, Слушай, что ты переживаешь? Чего россиянам переживать? Чего? Ну, хорошо. Приводил пример. Немцы ушли. Мерседес ушел. Ну, поездим пять лет на «Жигулях». Ну, наджили вот мы тут производим. Сейчас с руками и ногами покупают и в России, и у нас. Ну, на этих машинах будем перемещаться. Ну, выдержим. Трактор у нас есть. Прицепить к трактору для того, чтобы посеять хлеб, вырастить у нас есть. Топливо, бензин. То есть мы ни от кого не зависимы. Наших людей накормим. И вот так незаметно белорусский вопрос ушел с западных передовиц. Нет, а в внутренней повестке они вспомнят. Но набором журналистских штампов. Это уже даже не смешно. Почему вы хотите, чтобы люди вас боялись? И какая критика возможна к власти Белоруссии? Мне просто на это ответить. Идиот тот президент, который мечтает о том, чтобы его люди боялись. Вы же не испугались меня? Вот взяли и приехали. Вы в Москве живете, так? Вы видите, какой тут страшный диктатор-президент. Но тем не менее вы собрались без всякой охраны, без всего. Приехали и сегодня беседуете с этим страшным человеком. Поэтому вы же не боитесь? Уверен, что и другие или боитесь? Похоже, побоялись западные медиа и дипломаты приехать на суд Романа Протасевича, который сегодня начался в Минске. Он был у них на знаменах. А когда сменил подошвы, стал просто неинтересен. Вот такая ирония судьбы. Отказываться от своих – это в стиле отнюдь не белорусских властей. Вы не говорите о том, что мы сделали шаг навстречу не только своим внутренним, но и тех, которые сбежали, совершив здесь право нарушения. Давайте перевернем страницу. Приходите, будем разбираться. Я лично, как и многие здесь журналисты белорусские, уверен, со своей точкой зрения, они не хотят, чтобы наши соотечественники где-то болтались у вас за границей. Не то в Англии, не то во Франции. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы они жили здесь и работали здесь. И мы готовы прощать то, что можно простить. Вот такая у нас демократическая диктатура. Чем отличается человек, нарушивший закон, от политического заключенного, они, конечно, тоже обсудят. В Беларуси это теперь даже школьник знает. Нет, президент не поучает Запад. К себе просит относиться так же. Сейчас отношения между Беларусью и Западом в очень плохом состоянии. Это не секрет. Что вы сами готовы сделать, чтобы улучшить ситуацию? Или вам все равно, что на Западе думают, что здесь диктатура в Беларуси? Вот вы знаете, честно вам скажу, то, что вы на Западе думаете, что здесь диктатура, это мне плюс. Скоро вы сами позовете диктатуру. На Западе полная расхлябанность. Там ни диктатуры, ни демократии, ничего там нет. Но посмотрите во Франции. Миллионы. Однажды больше двух миллионов вышло на улицы. И люди вас толкнут к решению вопросов. А для того, чтобы решать вопрос, надо принимать решение. Мы в Беларуси принимаем решение по тем или иным вопросам и решаем те или иные задачи. Да, приходится мне или вмешиваться, или принимать большинство решений. Если вы считаете это диктатурой, ну Господь с вами. Я считаю, что это не диктатура. Никакой диктатуры здесь нет. Мы страну не разграбили, не разворовали. У меня миллиардов на счетах ваших банков нет. Правда, вы говорите, есть, а мы разоберите. Вот наша страна, мы в ней живем, никому проблем не создаем, не воюем и воевать не собираемся. Поэтому мне все равно, что вы скажете обо мне, как о человеке и диктаторе. Все равно. Но мне не безразлично, что вы говорите о моей стране. Мне не безразлично. И я хочу, чтобы у нас были нормальные отношения. Условия с моей стороны одно. Ну не лезьте в наш огород. Тут все по классике. Кто служит делу, а не лицам. Вот уж и в самом деле горе от ума. Но Запад ведь начинается прямо за порогом Беларуси. И поведение соседей так не похоже на желание дружить. И на закрытие отдельных участков границы Минск ответит. Но мягко. Пока. Они просто провоцируют нас. До поры до времени, вот сейчас мы думаем о том, приняли решение, как на это ответить. Ответим мягко сначала. Не поймут усилим. У нас тоже достаточно для этого рычагов. Но это все равно, это эскалация. Это все равно ведет к плохому. Мы этого не хотим. Но мы же не инициируем это. Мы вынуждены отвечать. Мы хотим нормально жить. Дружить с поляками, с литовцами, как это было всегда. Мы даже закрыли глаза на то, что они карты, в школе карты рисуют Европы с границей под Минском. То есть вся Западная Европа это их, Западная Украина это их. Они мечтают о своем господстве от моря до моря, от моря до моря, от Балтики до Черного моря. Ни украинцы, ни мы, ни Венгрии и другие с этим не согласны. И никогда не согласимся. И Россия с этим не согласна. Поэтому мы вместе. То есть вот куча-куча проблем, которые надо решать. Но мы их будем решать спокойно. Мы никакого подарка им не преподнесем в плане нашей агрессии с нашей территории на территорию Украины или Польши. Они этого не дождутся. Но мы укрепляемся в этом направлении. А что делать? Мы помним уроки 41-го года. Но мир точно больше Запада. Это даже в этом зале видно. Президента спрашивают о Зимбабве, о проектах с Эмиратами, об отношениях с Азербайджаном. А если в общем миру мир. Об этом не устает повторять Александр Лукашенко. Главный вопрос. Будет ли мир на белорусской земле? Мир на белорусской земле обязательно будет. Год мира и созидания. Это прежде всего мир наш. Внутренний мир внутри нашей страны. Я это прежде всего имел ввиду. Было много предложений. Я целенаправленно лично выбрал это. В нашей стране мир гражданский и созидание. Что касается Украины, во всем мире за мир. Мы не приемлем войны. Мы не приемлем гибели людей. И вот американцам хочу сказать. Только благодаря Путину в Украине ситуация такая, какая есть. Знаете почему? Когда началась война, он все время за руку держал военных. Будьте аккуратны. Ни в коем случае. Гражданское население, люди не должны пострадать и так далее. Он фактически военным не давал воевать. Он все время сдерживал людей. Я клянусь, это при мне было. Но когда пошла вот такая резня, тогда начали наносить. Вот сегодня в 4 утра 25 ударов высокоточным оружием нанесены по заводам, которые нефтепереработкой занимались, химией занимались и ремонтом техники. Россия все время напрягает вот эти точки, эти места. И поэтому вы там не победите. Это у России за забором. А до Америки 10 тысяч километров. Из этого надо исходить. И пока можно прийти к миру, сохранив лицо и России, и Украине, и вам особенно, надо снять за стол переговоры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!